Алексей Ильич, можно ли есть яблоки до праздника Преображения Господня? Ну, во-первых, не только яблоко, конечно. Яблоко это, наверное, съела Ева только в раю до Преображения. И началась печальная история человечества. Речь идёт о вкушении фруктов, которое становилось в традиции. В традиции у нас до их созревания. Кстати, плоды, если у нас Преображение только-только ещё начинают, то на юге уже России они уже давно, а ещё южнее. Тогда, смотрите, чуть ли уже и не перестают. Так что это традиции к чему восходят. Каждое дело нужно начинать с молитвы, с прославления Бога. Каждое дело нужно начинать с благословения Божия. Это, кстати, в нашем народе была замечательная традиция. Мать на кухне что-то готовит, что-то только Господи благослови, посолить что-то такое, на огонь поставить, ещё что-то. Всё в Господе благослови, каждое дело плагословение Божие. А если вспомните Ветхий Завет, то там же в законе Моисеевом даже было такое предписание, чтобы первые плоды и приносить Богу. То есть всё первое, то есть первое, то есть лучшее. И вот в данном случае эта традиция у нас и выразилась в том, что когда начинают уже созревать там некоторые фрукты, то такое установился обычай совершать их благословение или освящение плодов. Вот так. Это очень хорошая традиция, но это совсем не значит, что до преображения где-нибудь там, где уже яблоки давным-давно, или там вишни, сливы, виноград, чтобы не есть до того времени. Нет. И там и совершается это раньше, то есть до преображения совершается это благословение фруктов. У нас принято на преображение. Ну что же? Хорошо. Ну, я знаю лично примеры, когда священник благословлял сад, много плодов, всё созрело, всё уже благословлял даже, их есть до преображения, то есть до церковного освящения, но советовал при этом так. Ну, вы знаете, ну, хотя бы недельку, ну, хотя бы несколько дней перед праздником воздержитесь, воздержитесь, чтобы, так сказать, натощак в этом смысле уже потом вкусить тех фруктов, которые будут освящены в храме. Вот таким образом. Это вовсе не какой-то не догмат, а очень благочестивый, хороший обычай всё начинать с благословения Божия.